Добро пожаловать в очередной выпуск программы Космос. Сегодня мы приглашаем вас ближе рассмотреть поверхность кометы Чурюмова-Герасименко. Спусковой модуль Филы нашел там органические молекулы, которые являются строительным элементом живых организмов. Начнем же мы, как обычно, с коротких космических новостей. В семье европейских ракет-носителей ждут пополнения. Европейское космическое агентство подписало соглашение о создании ракеты-носителя Ариан шестого поколения и меньшей по размеру ракеты Вега-Ц. Общая стоимость контракта без малого 3,5 миллиарда евро. Ученые ЕС работают над созданием сверхпроводящих магнитов, на базе которых изготовят щиты для защиты космонавтов от высокоэнергетических частиц. Для создания щита специалисты используют тот же проводящий материал, который применяется в Большом адронном коллайдере. Канадский астронавт Крис Хэтфилд в октябре выпустит альбом, композиции для которого были записаны во время экспедиции на МКС. Хэтфилд записал в космосе гитарные партии и вокал. Они были обработаны по возвращении на Землю. «Розетта» изменила наше представление о кометах, загадочных восстатых звездах. Какие новости посылает на Землю аппараты миссии? Европейские эксперты, управляющие миссией «Розетта», готовятся ввести космические аппараты в решающую и саму информативную стадию экспериментов. Напомним, миссия стартовала в 2014 году, в ноябре, когда аппарат «Розетта» вплотную подошел к комете Чурюмова-Герасименко и высадил на нее мобильный модуль «Филы». Все последующие месяцы «Розетта» следовала за кометой, зафиксировав в августе момент ее максимального сближения с Солнцем. И началось самое интересное. Солнечная энергия активизировала все процессы на комете, так что аппаратам есть что фиксировать. Правда, затем «Розетте» пришлось отойти от ставшего слишком активным объекта наблюдения. Наша «Розетта» сможет вновь приблизиться к комете, когда та немного успокоится, и когда сформированное солнечной активностью газовое облако вокруг нее станет менее плотным. Тогда, возможно, аппарату удастся возобновить прерванное сегодня общение с модулем «Филы». Последний раз отделившийся от «Розетты» модуль выходил на связь с материнским аппаратом из Землей 9 июля. Конечно, мы ждем, когда сможем вновь общаться с зондом через «Розетту», узнаем, что ему удалось найти на поверхности кометы. Мы ждем снимков, чтобы сравнить, как выглядела комета в ноябре и сейчас, после сближения с Солнцем. Команда, отвечающая за связь с зондом «Филы», работает здесь же, в Центре управления миссией в Кёльне. До конца сентября, говорят специалисты, у них остается несколько благоприятных для восстановления связи окон. Эти благоприятные для восстановления связи периоды длятся полтора-два часа в день, не больше. Мы работаем в режиме ожидания. Если робот «Филы» проснется и начнет выполнять команды с Земли, то все ученые получат шанс на проведение уникальных экспериментов в относительной близости к Солнцу. Мы вместе с группой ученых подготовили перечень команд, которые хотим дать зонду, когда восстановим с ним связь. Нам очень важно, чтобы он начал бурение поверхности кометы. «Розетту» — настоящий долгожитель. Миссия началась в 2004-м. Аппарат 10 лет ждал встречи с искомой кометой на космических просторах. Завершение многолетней «Одиссеи» запланировано на сентябрь 2016-го. Ученые спешат. По мере отдаления кометы от Солнца, процессы на ее поверхности станут менее выраженными. И аппаратура сможет зафиксировать немного. Мы не можем, сложа руки, ждать возобновления контакта с зондом. Иначе мы и время, и возможности упустим, так что мы продолжаем искать способы для проведения экспериментов. У нас больше не будет возможности вернуться туда, к комете. Так что все нужно делать прямо сейчас. Специалисты активно расшифровывают и интерпретируют ранее посланные зондом данные. И с опорой на полученные результаты составляют следующие задания. Мы обнаружили на комете органические молекулы. Теперь нам нужно встроить эту информацию в имеющиеся теории о происхождении жизни во Вселенной. Мы, к примеру, думаем, что аминокислоты, основные строительные элементы, необходимые для возникновения жизни, могли быть занесены на нашу планету именно кометами. Да, мы получили органический материал. Хочу специально пояснить, речь не идет о живых организмах, но о строительных химических элементах, необходимых, чтобы жизнь возникла. Мы обнаружили предпосылки для возникновения жизни, а не саму жизнь. В августе прошлого года команда, управляющая миссией, радовалась ее сближению с кометой. Теперь эти же люди планируют очередное сближение, но уже для завершения миссии. В последние недели миссии Розета должна будет по спирали сблизиться с кометой. Она будет от нее где-то на расстоянии 10 километров. Скорее всего, нас ждут удивительные, очень качественные снимки. Ну, а потом мы позволим аппарату приземлиться, сесть или, ну, попросту свалиться на поверхность кометы. Изначально миссия Розета должна была завершиться в декабре этого года. Однако затем специалисты решили, что научный потенциал этой космической Одиссеи не исчерпан. И продлили ее еще на 9 месяцев. Это очень волнующий момент, видеть результаты работы, которая в общей сложности шла 20 лет. А сегодня мы получаем от космического аппарата сигналы. Это символ результативности наших усилий. Я пока выводов не делаю, дождусь полного завершения миссии. Вот тогда мы оценим масштабы революционной работы, проделанной нами. Розета — одна из самых фантастических космических миссий в истории. Мы впервые начали подробно изучать абсолютно неизведанный до сих пор мир. Вы заметили, какой интерес вызвали новости от Розеты во всем мире? Сколько эмоций и размышлений. А сейчас мы приглашаем вас в Академию астронавтов, где поговорим с хранителями здоровья покорителей космоса. Привет, меня зовут Фолькер Дамон. Я возглавляю медицинский отдел в Академии. Вот из этого кабинета мы следим за самочувствием космонавтов во время их миссий. Сразу после их возвращения на Землю начинается программа реадаптации. Она длится 21 день. В этот период именно врачи становятся главными в окружении астронавтов. Невесомость выглядит привлекательно. Ты плаваешь, нет ни вверх, ни низа. Однако с физиологической точки зрения это означает, что сердцу не нужно больше перегонять кровь вверх, к мозгу. Как любой другой мускул, сердечные мышцы быстро детренируются, расслабляются. Так вот, по возвращении на Землю необходимо вновь научить организм работать в прежнем режиме, приучить его к основным нагрузкам. Наша программа завершается. Мы встретимся через месяц, чтобы поговорить о роли спутников в управлении морским транспортом. Спасибо, что смотрели нас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»